Я рад, что я был здесь, с вами, и могу делиться размышлениями с Словом Божьим. Знаете, я сейчас сегодня слушал свидетельства, и как-то приятно слышать истории людей, потому что, когда всяких становится больше, ходишь в нее, идет, ходит, ходит человек, раз, крестился, и все. И некоторых людей я знаю, как они шли к Богу, как они покаялись, а по большому счету большинства людей я не знаю. И такие вот интересные истории. На ум пришла одна мысль, я как-то месяц или два назад в новостях передавали, одна писательница в какой-то стране из стран Европы приходила к обычным людям и, ну, можно сказать, писала их автобиографию. То есть они рассказывали о своей жизни, о том, что, ну, о всем. И она вот писала, естественно, потом все это оформляла в читабельном виде, в какой-то издании. То есть это было какое-то издание, такой сборник, и было бы неплохо, как идея. Для людей, которые умеют писать, ну, не всей церкви хотя бы, а, может быть, какой-то сборник собрать. И было бы, ну, издать, может быть, небольшим тиражом, и было бы очень приятно. И для вновь пришедших людей почитать истории вот тех людей, которые входят в церковь. Мне кажется, ну, мне это интересно, потому что это вот история живых людей, живая история. Ты можешь даже спустя какое-то время увидеть результат, ну, вот его жизнь, этапы жизни. А вот сегодня я хотел поговорить с вами, скажем так, ну, о такую тему. И начну с того, что вот все, наверное, знают, что есть у нас люди, которые имеют определенные привилегии. К ним в основном относятся две категории людей. Это госслужащие и бандиты. Вот. И, ну, не все у нас ездят с синей мигалкой и пользуются преимуществом. То есть у них действительно, у некоторых есть преимущество. Не будем говорить о том, по назначению, не по назначению они используют. Но, тем не менее, оно у них есть. И вот эта бумажка неприкосновенностей, когда никто ничего не может их тронуть. Только через определенную, так сказать, структуру власти. И вот едет человек на... Вот смотришь, красиво машина, крутая. Вот он едет в Мерседесе, да, или в Лексусе. А ты едешь в автобусе или в старой машинке и смотришь на него. И вот думаешь, там, о чем он думает. И меня как-то посетила мысль. А я ведь езжу в Господи. А я ведь хожу в Господи. И моя оболочка должна быть круче. Моя... Мой стиль жизни, тем, кем я являюсь, я... У меня гораздо больше привилегий, чем у него. У меня гораздо больше привилегий, чем у него. И... Вот как раз я сегодня хотел поговорить с вами о привилегии. О одной важной привилегии, которую Господь дал нам, христианам. Потому что, кроме каких-то обязанностей, которые нам необходимо исполнять Господь, дал одну важную привилегию. Но некоторые христиане ее воспринимают, кстати, как обязанность и... Ну, как-то вот не хотят исполнять и воспринимать ее иначе. И я хочу прочитать 1 Иоанна. 1 Иоанна. Послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Это Слово Божие. Это истина. Это утверждение. И несмотря на то, что... Вот рождение свыше происходит в тот же самый момент, когда мы получаем оправдание от Бога. Они же все имеют различие. Вот оправдание и рождение свыше абсолютно разные по своей природе понятия. Несмотря на то, что они приходят в одно время. И мы их получаем в одно время. Когда Господь нас оправдывает, Он делает это для нас. А в рождение свыше, Он производит работу внутри нас. Он производит изменения внутри нас. Оправдание, которое Господь дает нам, тем самым Он восстанавливает отношения с Ним. Мы налаживаем контакт с Господом. Но когда Господь... Когда мы в Господе рождаемся, когда мы рождаемся от Бога, Он забирает нашу вину и освобождает от власти греха. Власть греха не над нами. Мы становимся людьми, свободными от греха. Несмотря на то, что это происходит одновременно, от нас это имеет определенное различие. И знаете, пока христианин не сумеет понять разницу между оправданием и рождением свыше, он будет всегда в завершательстве. Особенно, когда попытается объяснить вот это понятие. Как это так? Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Ведь мы люди грешные. Как мы не можем делать греха? Давайте попробуем рассмотреть для начала первую половину этого стиха. Рассмотрим вот это вот выражение. Всякий, рожденный от Бога. Исследуя Библию, читая книгу Библии, мы можем сказать, что это выражение, рождение от Бога, не означает водное крещение. То есть оно не означает какое-то влияние внешнее, какое-то внешнее изменение. Оно означает огромный перемен внутри меня, в душе человека. Когда вместе с Духом Святым происходит изменение в моей душе. Когда я окружающий мир воспринимаю уже иначе. Когда люди вокруг меня становятся другими. Когда мое отношение к этому миру становится иным. Вот когда человек рождается свыше, можно сказать, он переходит в другое измерение, в иной мир. Для него все приоритеты меняются. Он жил в одном мире, теперь он живет в другом. И знаете, значение вот этого выражения, всякий, рожденный от Бога, очень легко понять, когда мы попробуем обратиться к такому примеру или сравнить сходство рождения живого человека на этой земле, физически, когда он появляется на свет, вот с рождением духовным, с рождением от Бога. Когда еще ребенок находится в утробе матери, и мать или кто-нибудь, подойдя поближе, если попытается объяснить, каков прекрасен мир, вот где я нахожусь, и как здорово здесь, и как тут светло, и какие есть цветочки, то, я думаю, что ребенок не поймет. Для него это будет закрыто. Да, он может слышать какой-то шум, он может узнавать голос отца, матери. Мы можем, когда уже он подрос сильно, даже чувствовать какой-то его характер, но попытаться ему объяснить, пока он там, как здесь, в этом мире, я думаю, что невозможно. Так же и в духовном смысле. Объяснить человеку, не родившемуся духовно, сложно. Как это здорово быть в Боге. Как здорово быть рожденным в Боге. Когда человек приобретает это рождение, когда он приобретает духовное рождение, и он, скажем так, становится, упадает в водохрану Божью, то у него все меняется. Он начинает чувствовать любовь Божью. Он начинает понимать, что такое духовно, духовно осознавать, что такое зло, что такое добро. он начинает испытывать присутствие Бога в своей жизни. Он начинает испытывать его руку. То есть он понимает, что он не один, а родившись от Бога, он понимает, что его Отец Бог. когда человек еще находится вне этой зоны, вне этого понимания, пока это он не познал, это не значит, что он не ощущает каких-то, скажем, каких-то позывов от Бога. Нет. Когда находится ребенок внутри у матери, он уже ощущает этот мир, который вокруг него. но есть барьер. Есть барьер, который еще не перешел этот ребенок из одного места в другое. И из-за этого барьера он не может познать многое, хотя он находится под защитой матери. И также человек, пока не познав, не родившись от Бога, все равно может находиться под защитой Бога и иметь вот этот духовный позыв к тому, чтобы услышать его, стремиться к нему. Но когда он рожден от Бога, рожден от Духа, все его существо меняется. Все становится иначе. Когда его дорога становится Божьей дорогой, когда он идет уже следуя инструкции Бога и попытается ему следовать ей подчиняться. И знаете, когда мы находимся в этом духовном хождении, у нас есть дыхание. Знаете, вот Бог у нас дыхает, а он не дыхает. То есть жизнь. Жизнь — это дыхание. Бог у нас дыхает. И это дыхание мы принимаем первое. А выдыхаем мы через молитву, через благодарность Богу Господу, через свидетельство, через наши дела, которые мы делаем пред Богом. И вот пока эта цепочка идет, так называемая духовная жизнь, Господь в нас дыхает, а он выдыхает. Господь в нас опять дыхает, а он выдыхает. Течет жизнь. То есть мы находимся в состоянии, когда есть близкие отношения с Господом. Всякий, рожденный от Бога. Человек, который получил рождение от Бога, находится с ним в прямой связи. И продолжение этого сняха выясним, в каком смысле не делает греха. Пока душа рожденного свыше беспрерывно, вот этот процесс приспределивный, принимает дыхание Божье, то есть когда Господь дает нам веру, а мы через молитву, через что-то еще, огромное проявление отдаем это на глазах Господу, то есть тем самым Его благодарим, происходит дыхание жизни, взаимоотношения. Но бывает, что приходит грех, испытание. И вот этот процесс начинает прерываться. Есть, у каждого человека есть в сердце что-то такое особенное, какой-то грех, который постоянно пытается его с этого пути столкнуть. И если мы даем в этом ускушении место для греха, то процесс начинает прерываться. Мы начинаем дышать через раз. Наша молитва становится реже, наше хождение в церкви становится реже. Нам уже становится неинтересно, мы уже не боремся за то, чтобы быть похожими на Господа. И когда наступает момент полного охладевания, когда наше взаимоотношение с Богом прекращается, когда наше дыхание останавливается совместно, то уходит вера. И человек, согрешив внутри себя, охладив вере, начинает грешить как бы по внешней среде. То есть мы видим, что он поступает уже не как христианин, он не проявляет, не показывает себе Господа. Мы понимаем, что человек грешит. Человек уже не с Богом. Всякий рожденный от Бога человек не грешит. Поэтому когда человек находится в этой сцепке с Господом, я вот верю Слову Божию. Поэтому Бог написал, что если у человека есть дыхание сном, то он не может грешить. Он не грешит. Я говорю о грехе сознательном. То есть когда человек что-то делает, понимая, что он делает грех. Ну, не знаю, допустим, с кем-то берется, или кому-то пытается сделать плохое. Или у него кто-то его задел, и у него злость такая, что он хочет сделать похуже, как-нибудь отомстить. То есть я говорю про явный вред, который с человеком исходит изнутри во внешнюю среду. И мы здесь видим определенный процесс. То есть когда скажем так в начале божественной семи любви сеется в человека, то рождается вера. И она рождает в нем Духа Божьего. Она его возрождает. Он рождается. И он хранит семя по благодати Божией и не может решить. Затем появляется искушение от мира, плоти, от дьявола, неважно, откуда-то. И человек начинает допускать понемножку вот эти маленькие грешки своей жизни. он начинает уделять больше внимания своим желаниям, искушениям, которые ему приятны. Его вера слабеет, любовь и в конце концов злое желание обладевает его взор. То есть он уже Бог Господа не слышит, а слышит дьявол, слышит свои желания, свои похоти. Принимая во внимание вышесказанное, мы можем дать ясный ответ на один главный вопрос, который, наверное, может не многих, но беспокоить людей. Возникает вопрос, что предшествует грех в потере веры. Или сначала человек теряет веру, а потом уже начинает грешить. Вы знаете, проанализируя вот эту ситуацию и по наблюдениям я понял одно, что сначала приходит в сердце человека грех, который никто не видит, который только внутри. И вот этот маленький грех разрушает веру. потихонечку разрушает веру. И когда у человека исчезает вера в Бога, он начинает грешить, он начинает отвергать Господа. Несмотря на то, что даже если он очень долгое время был с Господом, несмотря на то, потому что я пытаюсь себе дать долгие объяснения, почему люди, когда идут за Богом десятилетиями, уходят от Него, что у них не было связи с Господом, я думаю, что была. И они были рождены свыше, и они имели этот контакт с Господом, имели дыхание, но этот контакт можно потерять. Поэтому апостол говорит, не высокомудрствуйте, но бойтесь. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Ведь это было сказано кому? Верующим людям? Христианам? Он понимал, он видел, что они искренне верят, он видел в том, что они искренне все это принимают, и он видел их жизнь духовную. Но он говорил, будьте настражены, кто стоит, бойся не упади. Посмотри на свое основание. Что в твоем основании? Слово Божье? Или какой-то великий проповедник? Что сегодня мы больше читаем? Библию? Или комментарии Библии? Или смотрим проповеди великих учителей сегодняшних? Я не говорю о том, что этого делать не надо. Но и Бог говорит, что это дело не запрещает. Но Он говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Каждое слово, которое мы слышим, сравнивайте не со словами моими, не со словами пастора, не со словами какого-то любимого вашего проповедника, но со Словом Божьим. Потому что тогда вы проверите, если я поступлю так, как я услышала, не окажусь ли я на живенькой почве? Не получится ли так, что я упаду? Упасть не страшно, сам Господь говорил. Правильник семь раз упадет встанет, но тем не менее предупреждает апостол о том, что такой риск существует. И сегодня мой призыв к вам, чтобы мы запомнили эти слова, что человек, рожденный от Бога, не грешит. Это факт. А если вы грешите, может быть, вы не рождены от Бога? Подумите. Я по крайней мере могу свою жизнь проанализировать по мы как бы сейчас можем в философию впасть. Мы все грешные, подсознательно мы все грешим, в мыслях мы все грешим. Нет. Я сейчас говорю о сознательных вещах, когда я преднамеренно понимая, что ты делаешь, понимая, что это грех, понимая, что это неправильно. Я понимаю, когда я ругаюсь, что ярость, которая во мне рождается, это грех, понимаю. В тот момент, когда я это понял, остановился я. Может быть, когда я начал, я не вспомнил, но через минуту я может и понял, что Господу это не угодно. Остановился ли я? Нажал я на тормоза. Вот главное в нашей жизни. Мне очень жаль, что у меня дома очень мало надписей. Мне нравится деревня. Деревня к бабушке поедешь, там никого нету, потому что она баптистка, но в каждой комнате по 5-6 надписей, рамочки с детьми, с фотографиями, над ними стихи из Библии. И невольно, то есть невольно сидишь, кушаешь, вот он перед тобой, ты раз прочитал, быстренько, сейчас читаю быстро все, даже слух не произносят. Первый, последний букву, раз и все, быстро текст знаешь. И вот у меня думала, жена повесила тоже, долго уже висит, там на тему детей, то есть если я уже много раз повторяю, если я что-то допускаю в своей жизни, то дети будут допускать больше. И там еще что-то у нас написано, я уже даже слова забыл. Но я помню, когда начинаешь, на ребенка поругался, подошел к шкафу, к этому, где печенье лежит, хлеб, его часто открываешь, и у тебя тут же обличение начинаясь на ярости, подберем давайте из Библии те места Священного Писания, которые мне будут дома помогать. Дома мы проводим 30% времени приблизительно. Вот так вот, 30% на работе, и в остальное время спим. Но сегодня мой призыв звучит к тому, чтобы каждый из нас подумал о своей душе, нашел то, что мешает. И нашел вот эти вот места Священного Писания именно для себя, которые будут являться тормозом, которые будут являться остановками. И я думаю, что будет помогать. Я думаю, что это будет помогать. Я, например, верю в то, что вот эта надпись, она все-таки доведет до конца. то есть позволит мне сохранить правильное отношение к детей. То есть позволит воспитывать их не в ярости, не в злости, а в том, что Божья любви как положено, так скажем. потом пусть Господь нас благословит, а они помолятся. Дорогой Иисус Господь, я славлю и благодарю, что